Какие награды, которыми были отмечены спектакли и артисты Театра Кукол Огнива, вы считаете наиболее значимыми? Их было много. Достаточно сказать, что наш театр представлял Матищинскую землю и Подмосковье более 200 раз на международных фестивалях в разных странах мира. В некоторых по несколько раз, но в 200 с лишним раз мы выезжали. Наверное, самое ответственное было, когда мы выступали за честь страны. Это всегда без всякого ложного пафоса, хочу сказать, когда мы были в Южной Корее, в Сеуле, и на фестивале, не на фестивале театров, а с миссией, в том числе и политической, два коллектива было отправлено в честь 20-летнего возобновления дипломатических отношений Южной Кореи с Россией. Потому что после того случая, когда разногласия возникли по корейскому самолету, который погиб, и 20 лет культурной миссии в Сеуле не было, два коллектива было отправлено от России, это ансамбль песни и пляски Республики Башкертостан и Театр Кукол Огнива со спектаклем, легендарным спектаклем «Завтра начинается вчера. История российского государства глазами российских художников 20-го столетия». Тот спектакль, который еще, сразу говорю, представлял Россию уже на профессиональном конкурсе в Риеке. Это на Всемирном фестивале кукольников, театров кукол Унима. Есть такая организация из каждой страны мира по одному коллективу на этом Всемирном конгрессе-фестивале. Он проходит один раз в четыре года. Вот это значимо. То, что и театр получил и удостоен был «Золотой маски» за спектакль «Легенда о короле Лире», это можно называть их много-много в разных городах, и в Болгарии, и в Германии, и в Польше. И наш театр, представители нашего театра были и в Австралии, и на Кубе, на Всемирных конгрессах, которые проходили. А вообще фестивали все значимы, особенно когда судят коллеги. Коллеги, я повторяю, коллеги, потому что они не кривят душой и говорят честно, что они видели, что хорошего, что плохого. Вот на сегодняшний день, буквально две недели тому назад, последняя награда – это Оренбургский фестиваль искусств и драматических, музыкальных театров и театров кукол. В данном случае в этом году был раздел по театру кукол, вот, и наша актриса, заслуженная артистка России Наталья Котлерова, была из 80 актеров признана лучшей на этом фестивале и получила гран-при за лучшую женскую роль за спектакль «Прощание с матерой», где она сыграла роль Дарьи. Вот это последний. Все остальное за 25 лет, если бы я, и сейчас мы с вами перечисляли, это заняло много времени. Во время гастролей театр кукол «Огнивы» не только презентует себя в городской округ Матища, Подмосковье, Россию, но и что-то привозит с собой в родные стены. Что именно? Мы дружили с выдающимся театром, который имеет мировое признание за проект и существование многих лета. Ему около 30 лет этому театру, поневежский театр на колесах, где все лето они проводят в Кибитке, и в Кибитке у них театр. Они на полевых станах работают. Антанас Маркутскис – это выдающийся лидер, он один из немногих, который имеет международную премию имени Ганса Христиана Андерсена. И это уникальный город, который дал мне встречу с великим Банионисом и общение многие лета с ним. И мало того, именно в истории еще не знает мировая практика дипломатические и политические отношения с городами Павратима происходили сначала политически, а потом культурно. Здесь, наоборот, наша дружба началась по инициативе поневежского знаменитого театра на колесах, и потом города стали побратимы через несколько лет наш город Матищи и город Поневежис. Вот это тоже уникальный случай, которым я горжусь и который дорогого стоит в истории. Дальше это, конечно же, экзотические страны. Это и Австралия, это и экзотические, это для моего понятия, это и Куба, это и города. Мы же там, понимаете, там не только фестивали, но и знакомство с культурой. И для меня Болгарии дорогого стоит, потому что на сегодняшний день болгарская школа – одна из лучших в мире школ, которая готовит режиссеров, художников и актеров театра кукол. А раньше была румынская школа Николеску, которая возглавляла, была президентом, могу ошибаться, после Сергея Владимировича Абрасова, президентом всех деятелей театра кукол мира. И вот эта школа была достаточно на высоком уровне, не при уменьшении значимости нашей школы российской. Но сегодня лидирующей были вот Румыния, Болгария и Польша. Это школы, которые высочайший уровень подготовки деятелей театра кукол. Принято считать, что артисты-кукольники играют для детей. Театр кукол Огнива немало внимания уделяет и взрослым. Почему? Изначально своего рождения истории театра кукол, театр кукол был только для взрослых, не для детей. Да, потому что они начинали поздно вечером и куколников изгоняли из селения рано утром, когда просыпались дети и так далее и тому подобное. Это что говорит истории, истории площадных театров, в том числе история Петрушки, потому что и текстово это было для взрослых. Потом при советской власти, когда подписан был декрет о детских театрах, театр кукол стал в том числе и театром для детей. Я горжусь то, что у нас единственный театр в России, который имеет такое по количеству постановок и классических спектаклей для взрослых. Ни один театр, включая даже театр Сергея Владимировича, не имеет идущего в репертуаре 18 названий только для взрослых. Что касается для взрослых, мы гордимся о том, что так случилось. Думаю, что моей заслуги нет в этом. Когда открывался 25 лет тому назад театром спектаклем «Огнива», в честь которого назван театр для детей, в этот же год или на следующий был спектакль «Шахеризада. Любовь моя», поставленный режиссером замечательно моим другом, вечная память ему Юрию Александровичем Фридманом, «Шахеризада. Любовь моя», который 16 лет шел в нашем театре на аншлагах. По залу были проданы билеты. И поэтому мы, тищенский зритель, все, кто знает наш театр, что параллельно открывался театр как спектаклем для детей, так и для взрослых. И это сняло многие проблемы восприятия театра не только для детей, но и для взрослых. Поэтому сегодня, слава тебе, Господи, так случилось. Видно, что взрослые знают, что здесь и Распутин идет, и Чехов идет, и многие-многие. И как спектакли развлекательного плана, так и спектакли серьезные, в которых мы ведем диалог. Опять же, вопреки расхожему мнению, постановки театра «Кукол Огнива» далеко не всегда носят развлекательный характер. Почему? Мы ведем диалог со зрителем. И именно если состоится этот диалог, то тогда свою миссию театр выполняет. А когда говорят, что театр, зритель не дорос до спектакля, нам это не важно – неправда. Неправда. Зритель приходит только за эмоциями в театре, за эмоциональными воздействиями. И если даже ему какой-то спектакль не нравится, он воздействует на него с точки зрения минуса или плюса. И поэтому уважение к зрителям. Зрителя обмануть нельзя. Особенно детей. Как бы ты ни говорил, что хороший этот спектакль или нет, если ребенок за время, которое идет спектакль, приворожен к зрелищу, есть таинство, таинство, чудо-волшебство, тогда ребенку не нужно во время спектакля говорить – тише, ведите себя хорошо, то есть тихо на спектакле. И тогда происходит некая удивительная магия, магия честного диалога между артистами и зрителями. Мне как руководителю не стыдно, потому что, я это говорю с гордостью, мне удается пригласить режиссеров, постановочную группу художников, лучших режиссеров мира в области театра кукол. Будь то Войчик Вичуркевич, Польша, Вечная память, будь то Маркутский Сантанас, Литва, будь то Жужда Беларусь, будь то лучший режиссер, за исключением одного мне не удалось пригласить, который всемирно известный режиссер, это из Чехии, который возглавляет театр «Драк». Вот он, конечно, сказал Железкин, я уже в возрасте и не могу, хотя он ездил и ставил спектакль. Это Крофта. Вот этого режиссера первого ранга мирового театра «Кукол» мне не удалось пригласить. Ну что ж, бывает и такое. Но я очень дорожу тем, что славу нашему театру создавали не только те, кто работает, и в том числе я, который основывал этот театр по приглашению Анатолия Константиновича Стракова, театр, который дворец Тива, к дворцу, который построил Александр Ефимович Мурашов, будучи главой. И на сегодняшний уровень фестиваль, который возглавляет оргкомитет Виктор Сергеевич Азаров. Я думаю, что фестиваль, который приедут к нам на фестиваль, вот на пятый фестиваль, который возобновил свою работу, это наши коллеги из Австралии, это из Аргентины, Германии, Вьетнам. Никогда еще вьетнамский театр из Ханоя, главный театр «Кукол Вьетнама», гордость мировая приедет к нам на фестиваль и дал свое согласие. Дай бог, что это случится по международным каналам, и ничто им не помешает въезда сюда, но мы ожидаем семь театров российских и семь театров зарубежных. Дай бог, чтобы они сегодня познакомили наших мытищинских зрителей со своим самопытным национальным искусством. Кроме «Чаепития в мытищах», которое мы все ждем, какие задачи вы, как художественный руководитель театра «Кукол Огнива», ставите перед собой? Конечно, самое значимое событие – это проведение пятого международного фестиваля «Чаепития в мытищах». Это большая ответственность. До этого мы выезжаем на фестиваль, знаменитый фестиваль в Санкт-Петербурге, международный фестиваль «Кукарт», где мы будем открывать этот фестиваль. Нам доставлена честь спектаклям «Прощание с матерой». Затем «Рязанские смотрины». Это один из старейших фестивалей международных в России, в Театре кукол в Рязани. Мы показываем там спектакль уже детский, «Вифлеемская звезда», точнее он называется «Дорога в Вифлеем». Вот наш спектакль для детей. Это наиболее значимое событие. И, конечно же, и к своему фестивалю, и к открытию театрального сезона мы три года стояли в очередь к режиссеру, который у нас поставил «Вишневый сад», который идет, я сказал, дипломант во всех номинациях «Золотой маски». Вот это Олег Олегович Жужда, Республика Беларусь. Он ставит поминальную молитву для взрослых. И, выполняя муниципальные задания, мы к Новому году готовим спектакль. Режиссер, постановщик этого спектакля, актер нашего театра, заслуженный артист России Алексей Гущук готовит по спектакле «Братья Гримм» спектакль «Белоснежка. Семь гномов» для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова